Сказочные персонажи на страже детского здоровья. В педиатрическом корпусе больницы имени Середавина прошла ёлкотерапия. Ежегодная праздничная процедура для маленьких пациентов, многим из которых Новый год предстоит встречать в палате. Кирилл Козин о методе, который работает. Ни травмы, ни болезни, ни больничные палаты не должны мешать детям получить хотя бы маленькую порцию новогоднего настроения. Это знают и родители, и врачи. Поэтому уже 10 лет в больнице Середавина практикуют ёлкотерапию. Здравствуйте еще раз, люди добрые! Дед Мороз в паре со Снегурочкой и еще целый когорт из сказочных персонажей дарит подарки и развлекают маленьких пациентов. Важно, что большинство актеров тоже дети. И показывают они не просто сказку, а целое представление, в которое вовлечены все окружающие. По моему мнению, ёлки, они дают детям поправляться быстрее, и им дает это интерес. Дети играют главную роль. То есть вы видите, взрослых нет. На сцене дети. Дети смотрят на детей. Наверное, вот, ну какие-то желания, наверное, у ребят появляются стать такими же. Где-то кто-то, может быть, смелее становится, увереннее в себе. Я так надеюсь, что мы все-таки несем позитив такой вот. Такие праздники необходимы. Сейчас в больничных покоях, педиатрии и других отделений больницы 386 детей. Врачи надеются, что к Новому году удастся выписать около 150. А вот остальным придется, скорее всего, встречать праздник в палате. Однако вниманием их никто не обделит. У нас в праздничные дни мы работаем, как обычно. У нас нет выходных. Мы работаем, потому что мы не знаем, какое количество детей поступит, с какой патологией. Поэтому все отделения работают, весь персонал работает. Работает лаборатория, физкабинет. То есть все как полагается для того, чтобы оказывать экстренную помощь. Сейчас в больницу Середавина в среднем поступает до 50 детей в сутки. Готовы принять и больше. А чтобы не оказаться в числе этих счастливчиков, врачи советуют родителям быть повнимательней. Главные причины проблем с детским здоровьем в новогодние праздники – это отравление, травмы во время катаний и неосторожное использование пиротехники. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров. Новости губернии.